Овец в Хакасии за год стало больше на 15 тысяч голов, плюсом 5%. Темпы очень высокие. Животноводам помогла погода, получен рекордный урожай сена, да и мягкая и бесснежная зима позволяет пасти овец на полях. Какие еще инновации используют фермеры, знает Виктор Лушников. Этим ягнятам всего несколько часов. Они пока не твердо стоят на ножках, но уже тянутся к материнскому молоку. Рядом в Кашаре специальный загон, разбитый на крошечные клетки. В них молодые овцы, которые только привыкают к своим малышам. У нас овечки боятся щекотки. И когда они в общей клетке, они убегают от него. А вот мы тут как вот работаем здесь, придерживаем, смотрим, чтобы ягненок был всегда сытый под ней. Уже через неделю даже особо пугливые овцы привыкают к ягнятам и присоединяются к катаре. Затем их выводят в уличные загоны. И, как оказалось, малыши легко переносят зимний холод. Причем не просто выживают, но еще и дают высокие привесы. Ягнята рождаются крепче. И на выход, когда к отбивке, ягнята уже взрослого до 30 килограмм, до 25-30 килограмм достигают вес. По словам зоотехника, секрет простой. Зимой меньше патогенных бактерий. Правда, есть одно условие. Для ягнят и их мам должно быть в достатке кормов. В основном сено, чтобы пережить самая сильная холода в открытом загоне. С сеном в фермерском хозяйстве Лепехина все в порядке. Заготовили тысячу тонн. Хватит и на 300 коров, и на 800 и на вец с молодняком. Кроме того, подросшие ягнята способны добывать корм самостоятельно, когда их вместе с отарой выгоняют в степь. То, что нет снега, для овцы, конечно, это благоприятное условие, так как она несет меньше затраты для добычи себе корма, когда она пастется по степи. То есть ей не стоит копытить. Кормовая база, вот она, прямо она растет. И для фермеров это как бы выгодно, ну то есть как бы очень даже хорошо. Почему? Потому что идет сохранность, то есть экономия кормов. То есть меньше самокормов приходится раздавать для кормления овец. Фермер считает, что его овцы идеально приспособились к местным условиям еще и в результате качественной племенной работы. Ведь это помесь тонкорунной романовской породы, грубошерстных монгольских баранов и калмыцких эдельбаевцев. Виктор Лушников, Владимир Филипповский, Вести Хакасия. Виктор Лушников, Владимир Филипповский, Вести Хакасия.